Нацбанк подал иск против пострадавших клиентов Портофранко, инкриминируя им мошенничество. 95 вкладчиков собрались сегодня около Приморского РУВД, чтобы написать пояснение с заявлением Нацбанка. В назначенное время к людям никто не вышел, а вместо этого их перенаправили в прокуратуру. Подробнее в сюжете. Уже который месяц клиенты Портофранко борются с банком за свои сбережения. Но вместо накопленных за всю жизнь денег, они получили обвинение по тяжкой статье. Национальный банк Украины, который допустил, что банк Портофранко потерял платежеспособность, то есть допустил преступную халатность, в порядке, я так понимаю, какой-то самозащиты, подал заявление в правоохранительные органы о том, что люди, которые в банке Портофранко летом открывали счета, являются преступниками. Они пытались причинить вред государству, а именно фонду гарантирования вкладов. Суть обвинений состоит в том, что вкладчики якобы намеренно дробили свои депозиты, чтобы получить большую компенсацию из фонда. Сейчас мы получаемся преступниками у данного государства. Извините, как это может быть? Я всю жизнь проработал, 42 года, и я не могу заплатить ни за свое лечение, ни за лечение жены, ничего. И сейчас еще могу оказаться преступником. Большая часть счетов – валютная. При этом банк совершает выплаты по курсу 12,9 гривен. И пока Нацбанк оттягивает данную проблему путем обвинения вкладчиков, гривны дешевеют, а люди теряют все больше денег. Я когда вернулся с рейса, пошел в банк. Все мне мило улыбались. На мой запрос вернуть мне деньги. У меня был там депозитный счет тоже. Они мне выдавали сначала по 1000 долларов, потом по 100 долларов, потом пихали мне эти бумажки. Придите завтра, придите послезавтра. В итоге сейчас остался голый босс и предпрессор. Правоохранительные органы уже начали игру в пинг-понг, перенаправив пришедших защитить себя, людей, в прокуратуру. Несмотря на это, моряки и члены их семей, копившие деньги всю жизнь, не собираются мириться с запугиванием и будут продолжать борьбу за возврат вкладов. Анастасия Симонова, Олеся Повар, Дмитрий Бондаренко, 7 канал.